Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Десять лет назад открытие МФЦ стало отправной точкой во взаимодействии жителей города и органов власти на новом уровне. Значительно упростилась процедура предоставления государственных и муниципальных услуг. Они стали более качественными и оперативными. Ежегодно в центры «Мои документы» обращаются до 4 миллионов человек. Несмотря на высокий поток, заявители МФЦ удается удерживать высокие показатели. Во многом благодаря тому, что в МФЦ уделяется особое внимание взаимодействию с клиентом. Сотрудники центров стараются, чтобы граждане региона не только оперативно получали качественные государственные и муниципальные услуги, но и чувствовали заботу о себе, сопричастность к своей проблеме. Сегодня гость в студии Александр Львович Иванов, директор Многофункционального центра представления государственных и муниципальных услуг городского округа Самара. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а я попрошу предоставить мне услугу такую, как интервью. Легко. Да? Давайте побеседуем. Сейчас, конечно, 10 лет спустя населению Самары не нужно объяснять, что такое МФЦ. МФЦ доказал свою эффективность по сравнению с другими государственными учреждениями. Но вот все-таки оценивая пройденный период, 10 лет, а вы руководите МФЦ со дня открытия, на чем сегодня можете сделать, наверное, главный акцент в обслуживании населения? Ну, у нас еще законодательством прописано, что самый главный акцент – это чтобы людям было удобно, чтобы меньше им проблем доставали в получении государственных и муниципальных услуг, чтобы это проходило в комфортных условиях, чтобы это было безопасно, чтобы были сохранены все персональные данные. И, соответственно, в связи с тем, что у нас все-таки такие проблемные вопросы пандемии, чтобы это было еще и безопасно с точки зрения посещения МФЦ, с точки зрения здоровья. Хорошо. Но вот если все-таки вспомнить, с чего все начиналось и что имеете сегодня, вот как проходили этот путь, какие были сложности, то есть что было и что МФЦ предлагает сейчас? Ну, открылись мы 15 июня 2011 году, а значит, на тот момент у нас было 50 окон, мы оказывали 50 услуг, там и было, значит, в районе 70 окон. А значит, услуги оказывались органами власти, то есть это была так называемая единая дверь, то есть у нас в окнах сидели сотрудники органов власти и оказывали услуги. Вот. Постепенно, сейчас на данный момент у нас уже 223 окна, оказываем, значит, более 300 услуг, и в год нас посещает в районе 900 тысяч человек. То есть практически все население, которое умеет ходить, ну, за исключением маленьких детей, то есть посещает МФЦ. Вот. Оказано 9 миллионов услуг, еще раз повторюсь, то это все население города, включая детей и стариков, прошло по несколько раз, там, в районе 5-6 раз, каждый якобы посетили наше МФЦ. Соответственно, на данный момент это большое предприятие, которое должно работать как часы, потому что взаимодействие происходит где-то с 30 органами власти. Соответственно, все документы должны доставляться в срок, они поставляются как в электронном виде, то есть заявитель приходит к нам, издает документы, мы его проверяем, принимаем, проверяем, что заявитель имеет право подать именно эти документы, направляемые в органах власти в электронном виде, потом еще дублируется на бумажном носителе, ну, потому что есть такие документы, которые должны храняться там в архиве, например. Конечно. Соответственно, чтобы при таком потоке, когда проходит в районе 4 тысяч человек в день, ну, а заявлений подается больше, потому что вот прошло где-то 6 миллионов, да, 9 миллионов прошло у нас, а заявления, то есть люди приходят не с одним заявлением, а подают несколько заявлений, поэтому получают заявлений больше, причем заявления подаются в несколько органов власти одновременно, да. И, соответственно, для того, чтобы все это прошло, надо, чтобы все не потерялось нигде, пришло туда, куда нужно, причем в срок должно прийти, это должны принять органы власти, отработать, дать результат, мы должны каким-то образом сообщить заявителю о результате, что принял орган власти. Вот, работа достаточно большая, все это наладить было очень сложно, конечно, было очень много непонимания, то есть кто работает, как работает, но... Систему выстроить наверняка будет так же непросто, да? Да, 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 благодаря взаимодействию со всеми органами власти, там, прям такому очень плотному, вот, удалось построить эту систему, и она, фу-фу, сейчас работает, надеюсь, будет работать. Слаженный механизм, который проработал без сбоев, да, 10 лет, но вот, оказывается, мы-то и не знали посетителя, я себя тоже отношу к вашим посетителям, то есть пришел, обратился за какой-то услугой, ну, буквально там 5-7 минут провел около окна специалист, а потом это ведь еще огромная-огромная работа, которая проделывается вашими специалистами. Вот лично от себя говорю огромное спасибо, но все-таки хочу сказать и спросить, а что на сегодня из себя представляет МФЦ? Ну, приблизительно то же самое, что я сейчас сказал. Огромная машина, которая перерабатывает большой объем информации, сортирует его, распределяет, получает обратно, выдает заявителю, причем заявитель может поставить свою, так сказать, оценку, понравилось ему, не понравилось, что не понравилось, причем любой заявитель. Вот, и, соответственно, получая такой фидбэк, мы настраиваем свою работу, чтобы это было более удобно, было более быстро, более качественно. Александр Львович, скажите, пожалуйста, сколько наименований услуг сегодня оказывают центры и офисы МФЦ? Более 300. Более 300 услуг. То есть можно сказать, абсолютно за любой услугой можно сейчас обратиться в МФЦ. За исключением, наверное, очень малого количества. Если помните, назовите. Которые нельзя обратиться? Которые нельзя, да. Попробуйте. Вы знаете, я таких услуг не помню. То есть бывает, что услуги какие-то отказываются, которые не востребованность была, там, получение каких-то справок, но это редко бывает. На самом деле, то есть сейчас идет такая тенденция, что все, что можно передать, все передается в МФЦ, потому что у нас услуги оказываются практически касающиеся всех аспектов жизни человека. Начиная от рождения, кончая открытие бизнеса, там, оформление недвижимости, получение пособий, страхование, пенсия, все подряд. Да. Без МФЦ никуда. Да. Плоть до того, что в будущем вроде как мы должны будем еще и карту болельщика тоже выдавать. Вот так вот. Даже вот так. Хорошо. Какие услуги самые популярные на сегодня у населения нашего города Самара? Ну, самое популярное – это недвижимость, все, что касается земли, недвижимости, оформления, продажи, перепродажи. Хорошо. Я сейчас попрошу рассказать вас о новой услуге. Это получение справок из архива города. Расскажите, пожалуйста, Александр Львович, как это происходит? Ну, это справка. Можно получить теперь, не выходя из дома, в электронном виде. Зайдя на портал госуслуг Самарской области и, соответственно, получить сведения о зарплате, о стаже, о наградах, о каких-то дубликатах, каких-то справок. Соответственно, находясь дома, заходите на портал, в личный кабинет, заводите, выбирая эту услугу, пишите «хочу получить такую услугу». И вам выдается в электронном виде. В каком случае сейчас нужно пешком идти в МФЦ, а не оформить это как-то онлайн, удаленно? Вы знаете, сейчас очень много услуг делается в электронном виде, но люди предпочитают приходить пешком. Почему? Потому что, когда человек, например, я понимаю, то есть профессионал, который занимается риэлтором, он знает, как обратиться на портал Росреестра, как зарегистрироваться, как отправить документы. А обыватель, который с этим не связан, да, и он приходит, ему надо проверить, те ли документы, правильно он подписал, все ли так. То есть он приходит на консультацию сначала, что ему надо. Хотя на сайте все написано, но тем не менее. Личный контакт, все-таки человеческое общение. Я не ошибся, вот именно этот документ нужно сюда отсканировать и приложить. И, соответственно, люди вот идут в МФЦ. То есть многие услуги сейчас можно получить в электронном виде, очень многие. Но тем не менее количество людей, которые приходят в МФЦ, растет. Скажите мне, пожалуйста, вот перечень услуг расширяется, и вы сказали совершенно верно о том, что уже и разрешение на строительство можно оформить через ваше учреждение. Скажите, пожалуйста, а кто вводит вообще вот эти новые услуги? Ну, эти услуги вводятся на всех уровнях. Есть, так сказать, федеральный уровень, там, касаемо таких, то, что касается правил выполнений, какой услуги, ну, например, недвижимость по всей стране, да, там, вводится там. Есть региональный уровень, есть городской уровень. Каждый уровень какие-то услуги пройдет в МФЦ для того, чтобы освобождались ресурсы для работы, там, по, например, назначениям, да, там. Да. И, соответственно, на каждом уровне эти услуги вводятся в МФЦ. Ну, все-таки давайте еще поговорим о проблеме, с которой, ну, вот, к примеру, я как посетитель столкнулась, когда пришла в МФЦ. Маленькую ложечку дегтя, большую, бочку меда. Да, да, да. Очереди. Очереди. Как вот с этим справляться, бороться? Я, конечно, понимаю, что вот всем нужно, но вот как-то все-таки, может, что-то сказали? Вот смотрите, этот год, вот этот год особенно был такой, что вот все болели, да, а почему ты считал, что в МФЦ не болеет никто? Да. Так нет, в МФЦ тоже болеют. У нас доходило до того, что думали, какое отделение закрыть, потому что все болеют, а работать мало. А работать надо. А работать надо. И, соответственно, из-за этого есть. Есть проблема с тем, что сейчас откатывается новое программное обеспечение, и оно не всегда работает как надо. Много ошибок, то есть приходится очень долгий путь вести для того, чтобы все это отработалось. Соответственно, все программное обеспечение, которое касается каких-то государственных услуг, оно идет именно не на нашем уровне, и мы можем написать, что только вот плохо работает. Соответственно, там принимают это все дело, пытаются исправить, но это быстро тоже не получается, потому что все-таки объемы большие, и какие-то там местные проблемы там, ну, на самом деле, конечно, всех интересует, но когда до них доходят, руки не очень понятны. И это живой такой процесс, который, во-первых, очень услуг нам много добавили. То есть мы сейчас приходим, по некоторым услугам приходится создавать, например, электронный образ документов. То есть это все равно это время, люди, время. Люди живые, конечно, человеческий фактор. Никто еще не отменял. И, соответственно, получается, что народу приходит все больше, больше, больше. Прошу прощения, тот норматив, который был придуман в 2010 году, 5000 человек на одно окно, его никто не поменял. И я, ну, насколько мне кажется, что все-таки, что на данной этапе, что уже количества окон не хватает. Просто по тому количеству услуг, которые нам передали, и по той сложности этих услуг, вот, по идее, надо больше окон. Скажите, пожалуйста, а сколько максимальное по регламенту, а он у вас наверняка есть, я в этом уверена, должен ожидать человек в электронную очередь? 15 минут. 15 минут. Ну, в среднем у нас так получается, в среднем, вы понимаете же, нельзя создать, например, ну, вот обед начался, да, люди, например, перед обедом отпрашиваются, вот время такое, в 12 часов отпрашиваются, надо там быстренько пойти сдать какую-то услугу там получить в МФЦ. Да, и получается, что вот в 12 часов наплыв, вот с утра там... Час пик, да? Да, отпросились, я там забегу в МФЦ, я приду к 11, и вот с утра прибегает народ очень много, к обеду поближе больше народ, и в конце дня приходит народ, который после работы заехал что-то отдать, но вы понимаете же, это время, когда народу очень много, мы не можем как-то их переспределить. Конечно. У нас есть такие системы, где можно зайти, посмотреть, даже на нашем сайте, куда, в какое отделение лучше поехать, где меньшее время ожидания. То есть у нас центрально перед входом, где рецепшн обычно висит экран. Информационное такое табло, да? Да, и там показано, в каком отделении можно быстрее получить услугу. Пускай даже ты время на дорогу затратишь, но все равно ты без очереди получишь услугу необходимую тебе. То есть мы со своей стороны делаем все, чтобы переспределить этот поток. Ну, есть вот такие узловые точки, куда народ едет удобно им туда, и никуда они не хотят, они хотят именно там получить. Либо они привыкли там получать услуги. И, соответственно, вот получаются такие заторы. Особенно люди пожилого возраста идут, наверное, скорее не к месту, а к человеку, да? Вот привыкли оформлять. Да, да, да. Это, знаете, как вот берем, например, автотранспорт, да? Там вот, если у вас в какой-то, на какой-то остановке, в чем в какой-то там, после работы собирается большое количество людей. Что делается? Просто берется увеличенное количество маршрутов. Соответственно, ну, мы не можем увеличить количество окон именно в этот момент. И, соответственно, получается, либо быстрее, каким-то образом быстрее оказывать эту услугу, вот, либо... А вот, кстати, я уверена, что происходит общение с населением, наверняка есть отзывы, предложения. А вот что люди просят у вас? С какими просьбами обращаются? Усовершенствовать, к примеру, что? Ну, знаете, в основном я читаю, когда жалобы приходят. Жалобы? Да. А жалобы пишут, ну, например, какой-то орган власти им что-то отказал. Вот. И, соответственно, так как МФЦ... Принял документы. То лицо, которое... МФЦ и виноваты, да? Да, то лицо, которое участвует в процессе, причем и на лицо, то есть фронт работы у нас такой. И к нам пишут жалобы. Вот я такие жалобы читаю. А так что предложение, ну, вы знаете, вот по большому счету я предложение даже не помню, когда последний раз правил предложение, да. Вот, правда не помню. Значит, работаете хорошо? Да нет, может, просто никто не хочет писать. Хорошо. Такой вопрос. Скажите, зачем нужны окна МФЦ для бизнеса? Это очень важный показатель инвестиционной привлекательности региона. И, соответственно, чем проще вести бизнес в регионе, тем больше людей сюда пойдет, больше будет вложений, больше будет, значит, каких-то предприятий, производств. И, соответственно, экономика региона будет расти. Поэтому, соответственно, у нас в каждом отделении есть окно, которое... Ну, приоритеты бизнесменов приходят, и они туда в первую очередь идут. Когда их нету, оно работает в обычном режиме. И есть выделенные окна, где прям только для бизнеса все. Вот, соответственно, это очень важная статья, на которую мы обращаем внимание и пытаемся, чтобы она у нас работала. Спасибо. А сейчас предлагаю прервать ненадолго совсем наш разговор. У нас есть видеосюжет, и я предлагаю сейчас его посмотреть. Вот уже 10 лет многофункциональный центр Самары идет в ногу со временем. Если в начале своего пути организация оказывала чуть более 50 услуг, сейчас граждане могут получить в 6 раз больше. Особо у нас пользуется популярность – это недвижимость, потом паспорта, прописки, социальные услуги, предпринимательство. Большой упор на предпринимательство сделать для того, чтобы была инвестиционная привлекательность региона. В соответствии с каждым отделением у нас есть привилегированные окна, где принимают именно паспорта, предпринимательство. Сегодня МФЦ – одно из крупнейших муниципальных учреждений города с коллективом более 400 человек. За 10 лет существования центр оказал свыше 9 миллионов услуг. Постоянно совершенствуется программное обеспечение. В настоящее время МФЦ взаимодействует более чем с 30 органами государственной власти и местного самоуправления. С юбилеем сотрудников многофункционального центра поздравила глава города Елена Лапуш. Вы – те люди, которые оказываете им помощь. Именно ведь от человека центричности говорит наш губернатор, говорит наш президент. И вы – те люди, которые, в общем-то, воплощаете это в жизни. Я сегодня очень рада вас всех поздравить с этим юным юбилеем, но тем не менее таким значимым. С учетом увеличения количества услуг и задач, которые ставятся перед МФЦ будущего, требуется применение нового подхода к подготовке специалистов. Регулярно организовываются обучающие семинары, как для стажеров, так и для опытных сотрудников. Лучших сегодня наградили почетными грамотами власти области и города. Итак, продолжаем разговор. Я хотела бы сейчас поговорить о ваших специалистах. Вот от них ведь очень многое на самом деле зависит. Скажите, пожалуйста, они у вас разделены по… то есть выполняют все виды услуг, либо разделены по группам? Вопрос очень интересный и очень сложный, потому что на работе с людьми именно в таком режиме, когда над тобой висит время, ты должен улыбаться, должен принимать человека, входить в его положение. Многие приходят, особенно касается пожилого возраста, они приходят поговорить. Поговорить. Да, поплакать. Да, пообщаться, пообщаться, рассказать о своих проблемах. И, соответственно, это достаточно большая нагрузка на человек, который работает в окне. Мы делаем все, что можем для того, чтобы было им удобнее. То есть сделали так, что мы смогли ввести коэффициент трудового участия и платить премию дополнительную. То есть в зависимости от качества и скорости выполнения работы все наши сотрудники, которые работают в окнах, они получают дополнительные премии. То есть вы хотите сказать, что у вас есть какой-то внутренний регламент, отведенный на каждого посетителя. Посетители об этом не знают, но ваш специалист еще одновременно получается психолог, да? Однозначно. То есть подведет еще к решению проблемы за минимальное количество времени. То есть у нас у полномочной центра есть такая организация, которая проводит именно такие психологические тренинги, которые помогают людям более адаптироваться вот к таким условиям труда. и, соответственно, вообще услуга оценивается, скажем так, разные услуги по разному времени. Оказывается, регламент на каждую услугу есть. Конечно. И, соответственно, берется по МФЦ среднее время по какой-то услуге. Потом, значит, сравнивается, как человек оказывает с этим средним временем. И, соответственно, если он быстрее оказывает по этому времени, а берется такой промежуток времени, когда... Вот за день, если мы возьмем, там он одну сложную услугу оказал, она длительное время получилась, да, это будет некорректно. То есть берется время, например, за три, за четыре месяца по какой-то услуге, потому что там есть и сложные услуги, и быстрые услуги, и длинные. И, соответственно, то есть среднее время. И вот если человек в течение месяца быстрее в среднем времени по предприятию оказывает услуги, например, на этого направления, соответственно, он примиривается. То есть у вас есть какая-то внутренняя служба, которая это отслеживает? Это не служба, это была написана очень сложная программа, мы ее разрабатывали. А, тайминга программы, да? Конечно, это разрабатывала программа, которая вот считывает практически все аспекты деятельности сотрудников. То есть у каждого она установлена? Да. Нет, она установлена по всему МФЦ, и в любое отделение, которое работает где-то там, неважно, то есть оно все сравнивается по среднему времени, которое оказывается услуга по всему МФЦ. И человек, если быстрее, соответственно, он получает премию. Кроме всего прочего, если он видит, что у него какое-то направление, у него задержка идет, да, то есть он может обучиться у нас. Есть центры, где мы обучаем их, и придя в этот центр, он может подтянуть вот эту услугу. А возвращаясь к вашему вопросу, у нас универсальные специалисты, которые принимают все услуги, то есть независимо, так сказать, направление. А вы открыты для своего персонала? Приходят к вам в кабинет, ну, просто поговорить, посоветоваться, может быть, иногда и пожаловаться? Вы знаете, даже, наверное, не так. Бывает, но она в коридорах ловит, не только в кабинет приходит, но дверь я не закрываю, это точно. Хорошо, спасибо. Скажите, почему сегодня, в 21-м году, за оформлением документов стоит прийти именно вот в мои документы, а не в соответствующее ведомство? Ну, я считаю, это одна из самых нужных программ, которые запущены в нашей стране, программу лояльности, когда государство поворачивается в сторону заявителей, то есть жителей своей страны, и создает максимальную удобство для того, чтобы человек, придя за услугами, неважно, как у ранга, там, государственно, регионально или муниципально, получил услугу быстро, качественно, в комфортных условиях, и, соответственно, у него не было проблем с этим. Александр Львович, а скажите, пожалуйста, вот за это время, за 10 лет, вы ощутили какую-то экономическую выгоду работы вашего предприятия? Ну, вы знаете, вот я, насколько знаю, многие органы власти вообще закрыли прием, все передали в МФЦ, соответственно, это экономия достаточно значительная. Экономия чего? Времени, средства? Это средства, времени, то есть сотрудники, в начале разговора я говорил, что органы власти, те сотрудники, которые раньше сидели на приеме, перешли в отделы, где надо отрабатывать документы, соответственно, у них высвободились свободные руки, свободные головы, и это привело к быстроте и качеству работы органов власти. Хорошо. Вот все-таки вопрос, вам его хочу адресовать, а вот как обстоит дело с оказанием услуг в деревнях и селах? Как быть жителем населенных пунктов, где нет МФЦ? Смотрите, у нас вся область поделена на МФЦ. Каждый МФЦ отвечает за какой-то свой там хуростянка, богатый там, я не знаю, там, с израни. Есть вот действительно небольшие какие-то МФЦ, и у них, насколько я знаю, организованы выездные пункты. То есть это такая машина, где оборудована полностью всеми необходимыми приборами, компьютерами, техникой для того, чтобы можно было оказать такую же услугу. То есть эта машина приезжает в какую-то деревню в какое-то время, и люди могут спокойно прийти там и получить любую услугу. То есть это тоже удобно и оповещается, наверное, да, наверняка заранее? Ну, естественно, если вы живете в деревне, вы узнаете, что там завтра будет МФЦ приехать, и, соответственно, что-то вам надо оформить, придете оформить. Давайте мы поговорим еще и о вашем сайте, потому что если нам нужно что-то узнать, мы, конечно же, набираем интернет и соответствующий сайт к нему обращаемся. Вот насколько достоверной информации у вас на сайте? Раз. Насколько понятно и доступна навигация? Два. Если вдруг какие-то появляются новшества, где их увидеть и узнать? И, конечно, как работает горячая линия? Так, начинаем с нашего сайта. Совершенно верно. Сайт разработали очень хорошие специалисты именно по навигации, так, чтобы люди, даже первый раз обратившись, набрав наш сайт, не испытывали проблем для того, чтобы получить услугу. Значит, второй вопрос какой? Второй вопрос какой? Да. Горячие линии как работают? И если какие-то появляются новшества, вот можно ли их знать? Смотрите, ситуация какая-то. То есть как все происходит? То есть приходит письмо какое-то, какое-то письмо с органа власти с уведомлением о том, что меняется порядок чего-то. Соответственно, предварительно это вносится изменение в соглашение между полномоченным органом власти, потом полномоченность соглашения меняется с нами, и после этого приходит письмо, что с такого числа, например, вот эта услуга оказывается так-то, так-то. Соответственно, как только приходит наше письмо, сразу это письмо переходит в наш отдел, который занимается именно изменением всякой информации на сайте. То есть это достаточно быстро все происходит. И по горячей линии. По горячей линии, значит, у нас есть телефонная линия, то есть есть колл-центр. Значит, по колл-центру у нас сейчас есть небольшие проблемки. Они связаны с тем, что достаточно много обращений идет туда. То есть линия перегружена, да? Да, линия очень перегружена. Но мы на данный момент сейчас разрабатываем систему такую, то есть даже не разрабатываем, ищем, кто нам сможет поставить робота, который сможет отвечать на наиболее часто задаваемые простые вопросы, то есть касаемые, то есть режима работы, значит, какие услуги оказываются, какие документы нужны. Соответственно, смотрим, будет ли возможность, чтобы робот сообщал статус дела. Статус дела, когда человек подал документы, и в каком состоянии, где находится документ. То есть мы даже это смотрим, хотим подключить вот этого робота вот к той системе, которая ведет учет, и выдавать информацию заявителю. Человеческое лицо у МФЦ, даже у операторов, да? То есть все живое-живое общение. Да, то есть мы хотим сделать так, чтобы вот этот робот снял вот эту нагрузку на телефонные линии. Во-первых, мы докупили линии сейчас, и вот при запуске этого робота, я надеюсь, что ситуация изменится в лучшую сторону. Хорошо, спасибо. Сейчас у меня к вам будет такой вопрос. Ну, я обычно в конце интервью спрашиваю, расскажите о ваших планах, перспективах. Я не буду спрашивать о планах, а задам вам такой вопрос. А вот есть ли помечтать о будущем? Помечтать? Это хороший вопрос. Я вот готов помечтать. Будущее. Вы сидите у себя дома, у вас есть какой-то идентификатор у вас личный, не знаю, там, ДНК, там, отпечаток сетчатки глаза, там, заходите в какую-то единую систему, говорите на словах, что вам надо, система говорит, ну, окей, ваше имущество все продано, деньги там. Ну, вот, наверное... Сейчас кому-то ведь наверняка попадали в бизнес-идею, подарили просто. Вот я считаю, что да, наверное, это вот наша мечта, чтобы, во-первых, люди ездят, все равно это время, это деньги их, это их нервы, чтобы все можно было делать из дома и быстро, и удобно, и качественно. А как же человеческое общение, которое есть в УФЦ? Я предлагаю больше театров, кино, ресторанов, все остальное. Там можно общаться. Ну что же, благодарю вас. Хорошее у нас получилось, на мой взгляд, сегодня интервью. Я поздравляю вас с десятилетием. Желаю, конечно же, успехов и обязательно, чтобы мечты сбывались. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу Горутес. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова